Всем доброго дня! Сегодня у меня, как вы думаете, звичайно по назву видео вы уже знаете, что у меня сегодня картопляне голубцы. Я никогда не готовила. Сегодня первый раз. Ну все равно вы знаете, что я... А что я сделала? Вы смотрите видео. Прежде всего для этого блюда нужно взять капусту и с капусты снять листья. Капуста у меня готова. Теперь смотрите, я взяла где-то, ну я не взвешивала, ну полтора килограмма картофеля. И вот с этой массой я возьму где-то пять картошек, пять, сделаю пюре. То есть у нас будет начинка. Некоторые делают просто из сырой картошки. Но честно говоря, мне вот сам вот этот привкус, я некоторые блюда пробовала, вот я чувствую этот привкус, когда картопляник нет, а когда вот именно оно тушеное, эта картошка. Поэтому, если у вас два килограмма, то возьмите пятьсот граммов, вот такое соотношение берите. Ну я, честно говоря, на глаз. Все. Эту картошку варю, а эту потом потру на мелкую терку. А эту картошку и большую луковицу, вот полторы, я сейчас на терку перетру, на электрическую. Вы можете вручную. Все перетираю. Лук для того, у нас лук еще надо будет отдельно, это для того, чтобы картофель не темнел. Смотрите, я натерла и очень много здесь жидкости. Вы можете через марлю это все ссадить. А я вот так вот возьму сейчас на сито. Вот так. Можете в марлю просто подвесить. Все. Пусть жидкость лишняя вся уходит. Я возьму сало. Вот оно немножечко еще подмерзше. Вот такое, смотрите, тоненькое. Это по шкуре вы видите, что это импортное сало. Вот такая вот. У нас в Украине так не делают такую обработку. Я советую для этого блюда шкурку снимать, чтобы она не била. И это сало нарезаю кубиком где-то, как для выжарок. 5 миллиметров. Все. Вот так нарезаю и на сковородку. Вы знаете, что на родине этих голубцов, это Украина, Захидная Украина, говорят голубцы. Голубцы. И часто очень готовят как постное блюдо. То есть, если вы готовите постное блюдо, не надо сало добавлять, вы понимаете. Только растительное масло, лук, морковка и все. Вот это та зажарка, в которой грибы можете добавить. Это можно. Но мы делаем так, знаете, как по-украински, по всем регионам. Поэтому у нас будет вот такая вот зажарочка. Одна большая луковица. Сейчас я готовлю зажарку для самой начинки. А потом мы уже сделаем с вами подливу отдельно. Вот так меленько нарезаем. И сейчас, когда вытопится жир, мы туда отправим лук. Морковки я сюда не добавляю. Пока у нас сало выжаривается, мы не стоим без работы. Вот моя капуста. Конечно, капуста у меня очень большая, мне придется разрезать пополам. Поэтому мне можно не вырезать. А если у вас маленькие листики, вы должны вот эту вот прожилочку обязательно срезать. Потому что она дает утолщение. Она должна быть вот такая тоненькая. Но у меня, я так думаю, это будет перерезаться вот так пополам. Не делайте так, как я вот сейчас на столе. Потому что это портит поверхность стола. Вы можете заворачивать и конвертом, и трубочкой, как хотите. То есть сейчас, если есть свободное время у меня, я готовлю листья. Ну что, пюре, смотрите, я переминаю. И сегодня со мной это блюдо помогало мне готовить мама. Я говорю, мама, ты, пожалуйста, сало смотри и лук бросишь. Только не пережарь. Но не получилось. Видите, чуть-чуть пережарила. Но она так любит. Но я советую, если вы используете начинку, вот добавляете там бекон, лук, должно быть такого цвета, чтобы не выделялось с начинки. Но вы уже извините. Она сказала, мама, Алла, ты поизвиняйся. Потому что, ну я люблю так. И сейчас я картошку, вот эту вареную, соединяю вот с этой начиночкой. Картофель, когда я варила, я солила. Все, вымешиваю в однородную вот такую вот массу. И берем больше емкость. Будем соединять этот картофель вот с этим, который у нас стекает. Смотрите, сколько уже стоит. Уже, наверное, минут сорок. Абсолютно не потемнел. Это за того, что тут лук. Смотрите, вот эта вода очень полезная. Это картофельный сок. Продолжаем. Так, беру тертый картофель и высыпаю сюда. Можно сразу присолить, потому что картошка это вообще не соленая. Видите, какое сухенькое. Вода не течет. Так и должно быть. И теперь сюда эту картошку. Еще раз повторю, есть рецепты, которые не используют вареную картошку. А прямо вот сюда зажарочку с лучка можно морковочку добавить. И это является начинкой. Но так как я не очень люблю запах вот такого вареного картофеля, это будет тушеный, это же не жареный. Я вот сделала так. Сюда добавляем соль, специи, зелень по вкусу. Зелень можно свежую, можно сушеную. До однородности картошка вареная должна соединиться с картошкой сырой. У меня сушеная петрушка. Вы добавляйте, что хотите. Начинаем формировать голубцы. Я вот эти образы, которые у меня были, вот и на дно жару не положила. Где, в чем там возбудит. Так, сейчас вот так вот беру рукой. Такую колбаску делаю. Но я не сильно маленький буду делать. И вот так вот скатываю рулетом. Вот так. Тут лишнее чуть-чуть обрежу, потому что у меня сильно больше. Это все не выбрасывается, это все будет тушеная капуста. И теперь вот так вовнутрь. Хотите, делайте голубцы конвертиком, как вам нравится. От этого вкус не поменяется. Но украинской господине голубцы формуют самая вот так. Вот так. Такая форма. Вот так. Все. Формую голубцы и складываю в жаровню. Смотрите, я голубцы сделала. Эти листья, что остались, они будут у меня прикрываться. Ничего. Вот чуть-чуть то, что осталось снизу, это твердые прожилки. Я выбрасываю. Все остальное на сковородке я вам в конце покажу, я тушу. Так. Теперь делаю зажарку, как обычно. Лук, морковка, томатная паста, томатный сок, что хотите. Можете добавлять сметану, может нет. Это по вашему усмотрению. Я сейчас сделаю и расскажу, что в ту подливу входит. Обязательно первое, что на сковородку, это зубчик чеснока и одна луковица. Мелким кубиком. Потом морковка. Хотите свежая, у меня будет замороженная. Использую замороженную морковку. Вы одну хорошую морковочку на терку, на мелкую, на крупную, какую хотите. Вот так. Теперь морковка сейчас растает. Добавляем пасты, сока томатного, что у вас там есть, специи по вкусу. Не ждем, пока морковка у нас приготовится, потому что у нас все будет тушиться. Вместо пасты добавлю такой вот соус домашний. Хорошая структура у него. Смотрите, осталось тут чуть-чуть сметанки. Вот я ее сейчас выдавлю и туда. Как обычно, летом я не добавляю в заправку сметану, потому что быстро киснет. Сейчас зима, это придаст вкус. Цвет будет такой более, как говорится, лагедный. И это будет хорошо. Подлива готова. Я открыла так листья, чтобы залить, потом прикрыть. Но кислоты не хватает, я добавлю лимонной кислоты. Вылила. Даже подливка чуть-чуть лишняя оказалась. Ничего страшного. Так, накрываю этими листиками, крышечкой. И ставлю тушиться минут сорок. Хотите, если у вас есть возможность, можете засунуть в духовку. Но у меня, я боюсь за электричество, поэтому я буду это готовить все наверху. Сорок минут. Ну что, смотрите, уже время вышло. Вот так оно это все кипело. Я выключаю. Пусть остановятся все соки. Минут через двадцать мы с вами попробуем. Голубцы подостыли. Вот так вот можно чуть-чуть. Видите, ни один не развернулся. Шикарно. Сейчас будем пробовать. Ну что, давайте загадаем желание, потому что я такое блюдо никогда не ела. Посмотрите, ни один голубец не развернулся. Ни один. Вот я сейчас посерединке вот так разрежу, чтобы было видно, что у нас здесь в середине. Сейчас одну секундочку. А ну, смотрите, какая начинка. Такая она, знаете, как паштет. Ну и давайте будем пробовать. Загадали желание? Все, я загадала. Пробуем. Ну, по структуре режется точно как голубец. Так, подливки побольше. Пробуем. Так оригинально. Чем-то похоже на колбасу, которую я делала с картошки. Подливка. Здесь подливка очень вкусная. Она вот придает очень хороший вкус. Замечательно. Что могу сказать, что вкусно. Вкусно. Я, конечно, добавила сюда бекон. Если вы и сметану подливу, потому что у меня там немножко осталось. Если вы не будете этого делать, а все будет овощное, это у вас постное блюдо. Писная страва, как говорят у нас в Украине. Все, мои хорошие, тут слов не надо. Тут нужно брать и готовить. Я божаю вам здоровья, мирного неба над головой. Всего найкращего. Готуйте, чтобы у вас был настрой готовить. И чтобы то, что вы готовите, понравилось, первое за все, вам. Самым вам. Делитесь видео. Вам это ничего не стоит, а мне приятно. До свидания. До новых встреч. До свидания. До новых встреч.